Потому что мне очень хотелось, чтобы люди, которые не очень дорогие, которые часто приходят к нам, сегодня собрались почти все, я думаю, почти все, может быть, кто-то пришел впервые, но вообще-то в основном, кто ходит к нам часто, и просто даже в эти маленькие дни, может, одержался специально, чтобы закрыть сезон, как мы сейчас говорим, и открыть, потому что мы решили сегодня, не откладывая на 5 месяцев, открыть следующий сезон, чтобы чего не вышло, чтобы у нас была какая-то радость перед прощанием с любимым домом на 5 месяцев, на лето такое затянувшееся, затягивающееся. И для нас это очень важно, мне очень хотелось, чтобы наши друзья, наши зрители, наши музыканты увидели вас и вас послушали, и вы пришли, вы действительно пришли, рассказали нам слова вот такого уровня полета, которые редко здесь звучат. Хотя мы говорим о важных вещах, но часто опосредованно музыкой, словом, живописью, с театральными действиями. Мы много шутим, и за шутками тоже стараемся говорить о важных вещах, о очень глубинных. Спасибо вам за это прямое обращение к тем вещам, о которых мы очень много думаем, и тоже переживаем. От большой России, о которой тоже здесь говорится, и на чая, и на репетициях, и в промежутке между концертами, до, по сравнению с Россией, такой маленькой песчинкой, песчинкой, вот нашим домом. Но он, смотри, это гениальная идея, я считаю. Это гениальная идея, перекрестка всех видов искусств. Такого больше нет. Есть дом художника, есть дом искусства, есть дом актера, есть дом журналиста. Но место, где мы встречали все музы, больше нигде нет. Это наша идея, это идея живая. Мы никто от нее не отступимся, и будем продолжать это делать здесь, где бы то ни было. Но мы очень еще и любим конкретно вот эти стены. Вот эти стены намоленные, удивительные, волшебные, которые я все время говорю, вот когда я прихожу в артерию, я каждый день отдаю себе отчет, что вот этот зал поминный, он живет какой-то своей жизнью. Он диктует какие-то свои правила, высокие правила общения, высокие правила подбора происходящих, здесь каких-то событий. И почему вот я рассказываю часто вот эту свою историю про то, что приходит новый человек, открывается дверь, он входит и говорит, о, какой прекрасный зал, я хочу здесь сделать то-то. И постепенно вот моя практика привела меня к тому, что я говорю ему, да-да, вот я сейчас очень занята, вот побудьте здесь несколько минут, я сейчас пойду кое-что тут сделаю, и осознательно оставляю человека здесь в зале один на один с залом, и вот он ходит безумленно, смотрит на стены, на арки, на керпичи с клеймами вот этих мастеров, прям сохранившие тепло этих талантливых рук на потрясающий свод, и кто-то остается навсегда вообще, кто-то вдруг поймет, что это ему не по плечу, он уходит, кто-то разбираемые сомнения, вещи продолжают несколько раз приходить, но все-таки зал разбирается как бы с ним сам, и этот дом сам во многом разбирается, он настолько мудрый, он настолько мудро устроен, что он удерживается в стенах, как мне казалось и кажется, людей, которые его искренне любят, он проверяет на искренность людей, и я хотела сказать вам всем, мои дорогие, что то, что Зинаида Михайловна, наш председатель правления, и вы сейчас послушали ее историю, это очень важно, это очень важно нам, чтобы не грустить, не отчаиваться перед долгой разлукой на летние месяцы, мы надеемся, что все будет хорошо, и что мы откроем сезон еще раз в октябре, и приветствую Мехайловну, и приветствую Сергею Дмитриевичу долго, эти два человека просто на самом деле признаем столпы, столпы вот того, что сейчас мы имеем, этот дом на них очень-очень многое держится, поэтому спасибо еще раз в октябре. Спасибо вам. Я прошу вас вернуться на сцену, потому что мы очень мечтали послушать еще его сольно, с его чудесным арабским удом, Баса Мадашкар, друг своего Астерия, очень русской душой, который, когда мы здесь записывали у Кири Андреева, у Кири Дети, Баса просто покорил меня тем, что он подошел и сказал, как резко в России чувствуешь себя в России, как сегодня, а в Москве, но вы вообще и про Россию говорили, про города малые. Что, в Москве можно чувствовать себя в России? Да, да, да. Это резко бывает. На слайд.